Юрий Щербатцевич, мастер спорта Республики Беларусь международного класса по стрельбе пулевой. На его счету огромное множество спортивных побед и достижений. Он призер чемпионатов Европы, множество кубков мира, всемирных универсиат, участник Олимпийских игр 2004, 2012, 2016 и 2020 года. Не счесть огромное множество наград. Ему есть чем гордиться и, конечно, что свойственно любому спортсмену, есть о чем жалеть. Спортсмен в финале Олимпиады в Токио 2020 занял седьмое место. Конечно, не на такой результат он рассчитывал, он не скрывает, что недоволен. Но в этом и есть суть спорта. Все циклично, за поражением всегда следует победа. Юрий Щербатцевич это понимает и со свойственным ему спокойствием следует далее. Скажем так, немножко недоволен, конечно, потому что была готовность, в принципе, показать результат. Хотя бы на четвертое место, но никак не на седьмое. Ну и, конечно, было бы приятно, если бы это была хотя бы бронза. Поэтому немножечко недоволен я выступлением. Ближайшая Олимпиада, вроде бы, как говорят, через три года уже будет, поэтому все пройдет гораздо быстрее. Ну, надо как-то свои огрехи восполнять и буду стараться. В родном для всех спортсменов месте зале Олимпийской славы состоялась пресс-конференция, посвященная итогам выступления брестских спортсменов-представителей пулевой стрельбы на Олимпийских играх в Токио-2020. Несмотря на весь официоз, встреча проходила довольно душевно, а все потому, что на ней присутствовали дети – будущее белорусского спорта. Совсем не исключено, что кто-то из них уже через пару лет привезет не одну золотую медаль в родной город. Токио, он так, ну, как-то скромно немножко рассказал, возможно, слишком длинный его путь, чтобы все рассказывать. Но спорт – это очень интересная вещь. Сам вкус борьбы, вкус победы всегда человека мобилизует, всегда человека делает чуть-чуть лучше. Поднимает не только над другими людьми, но и над самим собой. Поэтому всех молодых спортсменов хочу сегодня сегетировать на то, чтобы тренировались чуть-чуть лучше. Уделяли время тренировкам чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше вкладываю усердие, сердце и души. Вопросов у юных спортсменов было огромное множество. Им было интересно узнать о жизни, тренировках, спортивных победах, переживаниях и сложностях Юрия Щербатцевича. Ведь для многих из них он – кумир, поэтому его слова совершенно точно имеют вес. Так вы прошли весь свой путь, по пути к олимпийским мигам. Трудности были самые главные, трудности со здоровьем были, которые пришлось преодолевать. А так, в общем, каждая четырехлетка, она была чем-то похожа. Где-то просто раньше получалось взять лицензию и спокойно готовиться. Где-то там получалось, что в последний вагон впрыгивал на последнем старте, на последнем чемпионате. И вот убрал эту самую олимпийскую лицензию. Ну, как-то так. У большинства именитых спортсменов вид спорта, в котором они ныне успешны, далеко не первый. Многие испытывают себя в разных и только потом путем проб и ошибок. Если повезет, находят себя. Так случилось и с Юрием Щербацевичем. Кто знает, быть может, это судьба. Я с первого класса по шестой занимался большим теннисом. И даже был второй в Белоруссии по своему возрасту. Как бы очень даже неплохо у меня все получалось. А затем, просто у моей крестной, муж, тренер. И все, я всегда хотел к нему ходить, заниматься стрельбой. Но там по возрасту, естественно, есть ограничения. И вот как-то в шестом классе я забыл об этом. А в седьмом классе вспомнил и все, я просто пришел, так сказать, к своему родственнику. Комплексный подход, он всегда более, ну скажем так, плодотворно помогает двигаться дальше. Четвертого числа приходили к нам на День открытых дверей. Вот мы же которые четвертый или пятый раз делаем. Для чего? Вот именно пришли, прошлись, посмотрели, попробовали. Понравилось? Пошли дальше. Главная задача родителей просто позволить ребенку обрести свое хобби. Не мешать, а только поддерживать. Ведь это в любом случае будет приносить положительные эмоции и даст неограниченный потенциал к развитию. Оно может перерасти в серьезное занятие, стать будущей профессией, делом всей жизни человека. Продолжение следует...